Любой, въезжающий в наш город с Рижского шоссе или просто гость Далгопилской крепости, мог заметить то, какие активные работы ведутся на ее валах, где еще совсем недавно была задействована тяжелая строительная техника. Здесь, благодаря участию города сразу в трех международных проектах, полностью обновляется внешний вид Седьмого Бастиона крепости, а также благоустраиваются внутренние казематы, где уже скоро расположатся фонды строящегося ряда музея Петриса Мартинсона. Валы Седьмого Бастиона – это визитная карточка всей Далгопилской крепости и отчасти из самого города. Однако время не пощадило ни эскарповую стену, ни другие элементы Бастиона, которые давно нуждаются в восстановлении. Эти работы будут проводиться комплексно, восстанавливая не только пешеходную часть валов, но также каменную рубашку укреплений, гидроизоляцию и создавая аппарели – места для удобного подъема на валы, которые в прошлом были разрушены. Внутри самих казематов сейчас стоят мощные подпорки для безопасного движения экскаваторов. Как только земляные работы будут завершены, строители смогут приступить к обновлению внутреннего пространства, которое предстоит приспособить под открытую экспозицию керамики. В результате данных работ, которые должны завершиться весной следующего года, валы 7-го Бастиона вернут свой исторический облик, будут защищены от влияния воды и льда, а желающие прогуляться смогут сделать это без опасений за свою безопасность. Смысл этих ремонтных работ – это благоустройство территории этого вала, потому что, к сожалению, по верхней площадке вала было тяжело раньше ходить, хотя и регулярно происходило при Покострово и все такое, но, к сожалению, со временем там было видно, что остались ямы от каких-то траншей, то ли от выкопанных кабелей, то ли от каких-то других строительных работ. И это, в принципе, первый наш опыт в реставрации именно участка главного вала, особенно интригующая и, наверное, сложная с технической точки зрения, именно восстановления и реставрации так называемой каменной одежды, то есть эскарповой и контрэскарповой стены, потому что до сих пор в крепости у нас не было действительно такого опыта, как вот эти вот большие камни, конечно, применяя современные технологии, но возвращать обратно на свои места. Текущие работы по реставрации являются первым шагом большой мечте многих активистов города и самоправления – созданию полноценной поверхности вала на протяжении всего периметра крепости. Между тем, рядом с крепостью активными темпами идет создание променада на дамбе протяженностью в один километр. Вероятнее всего, работы будут завершены осенью этого года, хотя уже сейчас здесь можно увидеть несколько почти завершенных фрагментов. Наряду с линией движения для пешеходов и велосипедистов создается площадь-пристань, где в будущее можно будет собираться для мероприятий и где будет установлен красивый макет Даугупилской крепости. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга самоправления Даугупилса.